Накануне в зале музыкального колледжа имени Ширмы собрались те, кто обычно за кулисами. Это и организаторы мероприятий, фотографы, администраторы, руководители творческих коллективов, токари и подсобные рабочие. И все те, кого объединяет любовь и преданность к своей работе. В честь 45-летия Ленинского района прошло торжественное мероприятие. Грамоты и благодарности получили около 60 работников различных организаций района. Это сегодня основные наши представители трудовых коллективов. Это лучшие представители трудовых коллективов, которые в рамках Ленинского Олимпа участвовали в конкурсе лучших по профессии. Все предприятия предоставляли по несколько кандидатур лучших в определенной профессии. Комиссионно принималось решение, кто действительно победил в Ленинском районе лучший. Но, на мой взгляд, они все лучшие. Они лучшие в своих коллективах, они лучшие в районе. И мы не могли ни собрать сегодня, ни поздравить, ни высказать слова благодарности и вручить заслуженные награды. За 45 лет своего существования Ленинский район достиг многого в своем развитии. Руководство района совместно с различными предприятиями и организациями старается сделать так, чтобы район был на самом деле родным для брещан, комфортным для жизни. И в этом заслуга тех людей, которых наградили и в стенах музыкального колледжа Ширмы, и в Ленинской администрации. Ведь каждый из них вносит посильный вклад в общее дело и достоин самых искренних слов благодарностей. За последнее время Ленинский район очень похорошел, что стоит наша знаменитая улица Советская, по которой приятно пройтись, которая бренд нашего района и нашего города. И парки, которые у нас тоже, и парк культуры и отдыха, и городской сад. Все это, конечно, делает жизнь в районе очень комфортной. Мне приятно, что администрация района оценила заслуги. Но я думаю, что это не лично моя заслуга как председателя суда, а все-таки это заслуга именно коллектива суда, который старается каким-то образом и в идеологическом воспитании молодежи помочь. Но это самое главное, чем, собственно говоря, мы помогаем району. Наш город молодеет, хоть ему больше тысячи лет. То есть он становится лучше, краше. И, конечно, и район наш, ну район, Ленинский район, это центр города в первую очередь. То есть, конечно, это история города. Это не только экономические показатели, а то, что здесь пропитано духом все-таки. Вот именно Брест, я считаю, пусть не обижается Московский район, но все-таки Ленинский район, я думаю, это в первую очередь город Брест. С администрацией, с руководством района мы всегда стараемся откликаться на просьбы. А просьбы какие? Мы колледж музыкальный. Что мы можем помочь своими яркими номерами, творческими коллективами и всегда поддерживаем в этом отношении любое праздничное событие. Ленинский район лично для меня это то место, где я родился, где я учился, где я вырос, где я живу на сегодняшний день. И на протяжении всех этих лет я жил и следил, как он развивается. Сегодня Ленинский район – это благоустроенная часть нашего города, в которой комфортно жить, комфортно проводить время с семьей, проводить время и досуг, ну и трудиться на благо нашего города. Для меня этот район – это путь к успеху, потому что каждый год это какие-то новые свершения, творческое воображение, вообще много всего нового связано именно с Ленинским районом. Я до этого работала в московском, поэтому у меня есть сравнение. Ленинский район – это просто удивление для меня и новые открытия. Мне приятно каждый год награждения ощущать, и хочется после таких моментов все больше и больше делать и к чему-то новому стремиться. Для передовиков Ленинского района была организована праздничная концертная программа, в которой выступили творческие коллективы, ну и, конечно же, учащиеся музыкального колледжа имени Ширмы. И на этом праздничные мероприятия, посвященные 45-летию Ленинского района, не заканчиваются. А какие мероприятия ждут брещан, об этом они узнают в следующих выпусках программы «Букинформ». Людмила Адамовна. Спасибо. Продолжение следует...